В Саратове уже несколько пассажиров получили травмы из-за резкого торможения общественного транспорта. На прошлой неделе пострадали две пожилых женщины. Одна на проспекте 50 лет Октября, другая рядом с Третьей Советской больницей. Причем в последнем случае женщина несколько часов не могла получить медицинскую помощь. В ситуации разбиралась Елена Губенкова. Вот как раз перед вот этой вот перекопанной частью дороги остановилась машина. Следом за ней маршрутку затормозило прямо в эту машину. А женщина, которая зашла на предыдущей остановке, даже не успела сесть. Ее так дернуло, что она ударилась головой. Помогать пострадавшей женщине Елена бросилась сразу. Говорит, у пенсионерки растекло лоб, да так что кровь не останавливалась вообще. Водитель маршрутки при этом даже не попытался помочь. В салоне не было аптечки. Аптечку мне не дали и предоставили только бинт. Следовательно, вот у меня были салфетки, минералка. С помощью этого я кое-как промыла рану, ну в какие там условия. Ну и, собственно, оказала первую помощь, сделала перевязку. От того момента, когда он сообщил, что он вызвал скорую, до того момента, когда мы приняли решение ехать, прошло 15 минут. Скорую не дождались, поймали попутку. Евелина попыталась доставить пострадавшую в Третью Советскую. Но местный травмпункт работает только с подростками. Поэтому там их не приняли. Путь до другого занял несколько часов. Все это время кровь не останавливалась. Этого можно было избежать, говорит Евелина, если бы скорая приехала сразу. Станции скорой помощи уверяют, до места вызова добрались за несколько минут. Мы приехали вовремя. Мы с момента получения вызова через 9 минут были на месте происшествия. А по закону нам положено до 20 минут спешить к пострадавшему. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Ничего, нормально. Сегодня Вера Быкова чувствует себя лучше. Рану зашили и уже скоро предстоит снимать швы. Сотрясение мозга удалось избежать. Рентген показал, что нет серьезных повреждений. Рентген сделали. Ну, я ушла из больницы. Не стала. Хотели положить, но я отказалась от госпитализации. Сейчас нормальное состояние. Ну, конечно, слабость. Но слабость – это возраст уже. В этот раз происшествие обошлось без непоправимых последствий. Но будет столкновение чуть сильнее. Сложно предугадать, чем бы все закончилось и кто еще мог пострадать. Что должен сделать водитель, он должен был оказать помощь, вызвать ГАИ, вызвать скорую помощь. То есть максимально беспокоиться о пассажирах, об их жизни и здоровье. Все остальное вторично. Стиль вождения многих водителей маршрутных такси, говорят пассажиры, напоминает экстремальное ралли. И никто не застрахован от последствий резкого торможения.